Добрый вечер, красавицы мои! С вами снова я, Дима Кеш. Очередное внеплановое видео, дополнение к предыдущему про Тепляковых. Если не смотрели, обязательно посмотрите, чтобы понимать, про что мы сегодня будем говорить. Сегодня у нас появились доказательства того, что Алиса Теплякова будет проводить практики, консультация за 50 тысяч рублей, а может даже и дороже, новая информация по Тепляковым и Китаю. На сей раз мы перенесемся в китайские форумы, где Евгений и, внимание, Наталья мило беседовали с людьми, которые живут в Китае. Заваривайте чаек, кофеек, запасайтесь попкорном и давайте начинать. Мы медленно, но верно движемся к отметке 600 тысяч подписчиков. Обязательно проверьте, нажата ли у вас красная кнопочка, которая делает ее серенькой. Нажмите ее обязательно, так вы сможете получать уведомления, когда выходят новые видео, самыми первыми. Ну и вы уже, наверное, заметили, что я сегодня выгляжу более привлекательно, чем обычно. Все благодаря моей новой пижаме с пивозавром от все майки. Я так рад, что заказал, наконец-таки, ее, потому что я давно хотел именно такую. Видел у других блогеров такую футболку. В итоге решил заказать целую пижаму. Это 100% хлопок, очень качественный материал, он к телу очень приятно прилегает. И хоть я небольшой любитель именно этого напитка, но сам принт мне очень понравился. А еще я приобрел вот эту замечательную кружечку, тоже на сайте все майки, с надписью Евгений Батькович. Как я уже говорил, отец Евгений не оставляет меня ни на секунду. А теперь у меня будет еще и кружечка с надписью Евгений. Вы, наверное, уже заметили, что на носу 23 февраля. И я уверен, что вы ломаете голову, что же, что же подарить парням, друзьям, родственникам, папе, дедушке. В этот раз у меня есть крутая идея для подарка. На все майки есть огромный ассортимент подарков с оригинальными принтами. А также отдельные категории с принтами к 23 февраля. От принтов с родами войск до универсальных и остроумных. Так что подарки найдутся всем мужчинам, от детей до дедушек. В общем, вы меня поймете, когда сами зайдете на сайт и поразитесь огромному выбору подарков. Кстати, не только на 23 февраля, но и на 8 марта. Красавица мои тоже можно делать самой себе любимой подарки. К тому же на конструкторе все майки можно создать уникальный дизайн для любого повода и даже без повода. Кстати, вы всегда можете найти любую одежду по любой тематике. Сериалы, фильмы, игры, мемы. Сканируйте QR-код на экране или используйте ссылку в описании для того, чтобы попасть на сайт всемайки. А также используйте мой промокод cash222 для того, чтобы получить скидку 15%. Промокод суммируется со всеми акциями на сайте, что очень удобно. Переходите на сайт всемайки и заказывайте подарочки. Ну а мы переносимся к отцу Евгению. Итак, в последнее время Евгений активизировался в ЖЖ. Он видит, как много внимания к нему. То есть еще в 10 раз больше его обсуждают. И он такой, почему бы не набрасывать говно на вентилятор с удвоенными усилиями. Итак, вот он писал тут 14 февраля. Тут на форуме банят людей. В бан у нас улетают не за несогласие, а за оскорбление, переходы на личности, клевету, обсуждение слухов и сплетен под видом достоверных фактов. В тысячный раз задаваемые глупые вопросы, на которые мы многократно отвечали. Мы не обсуждаем мнение тети Маши, даже если вы все его прочитали утром в рассылке. Мы обсуждаем только факты. К примеру, то, что Алиса разбирается в вопросах развития одаренности лучше большинства экспертов. Это факт. В очередной раз Евгений не оставляет эта тема. В очередной раз буквально спиной изо рта он всем доказывает, что Алиса эксперт. Таким образом набивает цены за ее услуги. Далее Евгений пишет уже 15 февраля. Очень важно. В России и не только есть очень крутые люди, которые делают добрые дела совершенно бескорыстно, ничего не требуя взамен. Огромное вам спасибо. Для тех, кто не понял, это Евгений про себя говорит и про свою семью. Они делают добрые дела бескорыстно. Делают одолжение всем вам с неуспешными детьми. Он дискредитирует систему ЕГЭ, дискредитирует высшее образование. Искренне верит в то, что он делает доброе дело. И сам себе говорит спасибо. И далее у нас разрывная. Появляется свидетельство независимой оценки профессиональной компетенции педагога. Центр развития педагогики и инновационной технологии в образовании города Санкт-Петербург. Настоящий документ подтверждает, что Теплякова Алиса Евгеньевна, студент факультет психологии МГУ, успешно прошла независимую оценку профессиональной компетенции педагога в соответствии с требованиями профессионального стандарта педагог, педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального, общего, основного, общего, среднего, общего образования, воспитатель, учитель и федерального государственного образовательного стандарта. Направление профессиональный стандарт педагога. Педагог-психолог, психолог в сфере образования. По результатам диагностической работы присвоено 75 из 100 баллов дата выдачи свидетельства. Внимание! 16 февраля 2022 года. Руководитель экспертной комиссии, генеральный директор, смотрите, фамилия. Лицензия на образовательную деятельность, серия от 2015 года. Лицензия есть на этом дипломе. Так, давайте перейдем и посмотрим, что же это за дипломчик такой. Что же это за свидетельство такое? Мне интересно просто. Для чего Евгений его выложил? И пишет, хорошие в Питере компании и конкурсы интересные. Это настоящее свидетельство, которое мне вот уже написали, что такое можно получить за 290 рублей на их сайте, но у них уже нету лицензии. То ли Евгений таким образом троллит опять общественность и пишет, смотрите, в Санкт-Петербурге тут за 290 рублей Алисе получил свидетельство. Я больше поверю в то, что Евгений думает, что все кругом дураки и поверят в это свидетельство. У пары человек, которые шарят, они поржут над этим. Типа, смотрите, какие в Питере компании хорошие. Вот он сам пишет. И конкурсы интересные, что за 290 рублей Алиса могла получить эту бумаженцию. Ну и теперь она, по сути, как бы и имеет право проводить консультации. Я правильно понял, что в соответствии с этим документом профессиональная компетенция Алиса соответствует требованиям, предъявляемым к педагогам в сфере дошкольного, начального, общего, основного, общего, среднего, общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. То есть она может работать педагогом, психологом, учителем в сфере образования. Я правильно понял содержание документа, буду признателен за ответ спасибо. Нет, может работать, определяется документом об образовании, если мы ведем речь о госструктурах. А это независимая оценка знаний. Евгений не показывает. Смотрите, кто преподает в наших школах, что там за психологи в школах. Смотрите, кто работает в универах, как он говорил, что в том же МГУ могут преподавать какие-то ПТУшники. Не для этого он нафотошопил это свидетельство, а для того, чтобы показать, что независимая оценка знаний. То есть Алиса у него вундеркинд в очередной раз, как всегда. То есть работать не может, нет формального документа о соответствующем образовании, но уровень знаний позволяет. Какой уровень, я вас умоляю, зайдите на сайт этой организации и пройдите тест. Он бесплатный, 290 рублей надо платить только если хотите распечатать красивую бумажку. Вы будете приятно удивлены уровнем своих знаний. Да, кстати, Евгений ее не печатал. Он ее, наверное, сам нафотошопил, чтобы сэкономить 290 рублей. И купить на эти деньги свинины, конечно же. Особенно учитывая, что при тестировании никаких мероприятий по идентификации личности, то есть подтверждение, кто именно сдает тест, не проводится, а также не возбраняется открыть в соседнем окошке любой поисковик и поискать ответ на вопрос. Да и этого не нужно. Вопросов, которые требуют именно знаний, там немного на большинство можно ответить интуитивно. На что Евгений отвечает? Положим, Алиса отвечала самостоятельно. Допустим, компания питерская, а это уже камень в огород вашего Питера и его департамента образования. Евгений города берет, как говорится уже. Ему мало университетов, теперь он нападает на целые города. И знаниями Алиса обладает гораздо большими, чем вы думаете. Почему-то на семинарах ее ответы признаются правильными постоянно. Даже те, которые ей якобы объявили фрагментарными. И примеры оказываются к месту, и термины правильно используются, и к речи вопросов нет. Но это же не считается, это же папа подсказывает из-под стола. Евгений прицепился просто к этой фразе. Один раз ему сказали, что папа написал за нее ЕГЭ, за Алису. Теперь он эту фразу как попугай будет повторять всю оставшуюся жизнь. Тут не вопрос, скорее недоумение, зачем это выставлять. Показать знания Алисы, так это никакой не показатель. Указать на никчемность онлайн-сертификатов и онлайн-тестирования, скорее всего, именно это. Про никакой не показатель вызвало улыбку. В вашей системе не показатель, разумеется. В нашей ребенок прошел независимое тестирование без привлечения сторонних средств, гугления и какой бы то ни было помощи других лиц. Просто сел и прошел. В вашей системе онлайн-система никчемна. А до этого ЕГЭ никчемна. А до этого МЦКО никчемна. А до этого у нее аттестата нет. Она предметы не учила. В реальности Алиса сдала ЕГЭ на баллы выше среднероссийских. Это при том, что ЕГЭ сдает лишь половина детей. Сдала вступительный в МГУ. И учится. Более того, на сессии она тоже не завалила все. Как пытаются выставить хитеры. А сдала. Потом психфак полез в бутылку. А Смолов закричал. В СМИ пресс-релизы пошли. Но факты об обратном свидетельствуют. Так что да, в мире хитеров все ничего не значит. Если Алиса с этим справляется. А знания у нее. Космос выше ваших. Это точно. Уже давно всем понятно, что ваша собственная система и вселенная. Факты и показатели знаний, отличающиеся от реальной. Но вы хотя бы людей не обманывайте, выставляя никчемные сертификаты. Не все же мыслят критично. И пойдут посмотреть, что за специалисты выдали сертификат. Есть люди, которые верят всему, что видят. И обмануть меня нетрудно. Я сам обманываться рад. Хорошего дня. Конечно, собственная. Мы же в голове аттестаты получили и ЕГЭ сдали. Но да, это при том, что Евгений действительно говорит, что у него своя система. У ботосети, оно что не в голове, то папа из-под стола писал. И поэтому тут вам нужно проверяться у специалиста. Предложили бы вам консультацию Алисы. Но она занимается другими вопросами. И мест у нее нет. Могу проконсультировать я. Моя цена поскромнее. 15 тысяч рублей. Потяните. Браво, Евгений. Буквально, ну сколько, пару дней прошло. Евгений сначала консультация Алисы за полтинник продает. А теперь и свои по 15 тысяч рублей. К Евгению, конечно, не такая очередь, я думаю, выстроиться. Потому что все мы видели его интервью на лавочке. Революцию на лавочке. И как он разбирал журналистку Rush Today, которая брала у него интервью. Хотя она даже не платила пятнашку. Ему и не просила, чтобы он ее разбирал. Евгений, ну скромно заявлю, что ваша консультация может, конечно, стоить сколько угодно. Но если брать среднее по рынку, ну 15 тысяч рублей вы не стоите объективно. Мы на вас посмотрели, как на психолога, да? И вряд ли к вам человек пойдет, пойдет к вам за пятнашку проходить консультацию после того, как вы пишете ему, что ему надо проверяться у специалиста. Проблема хейтеров в том, что реальности они не видят. Ладно, ботосети у них заказ, но хейтеры... Вот я до сих пор сам для себя понять не могу. Я кто в системе ценностей Евгения? Подскажите, пожалуйста, я хейтер или я ботосеть? Получается, если я ботосеть, то у меня какой-то заказ. Но у меня никто ничего не заказывает. Простите, не сдержалась. Даже если мне заплатят 15 или 50 тысяч, я к таким специалистам не пойду. Спасибо за предложение. Миллион заплатите, тогда подумаю, идти или нет. Не переживайте, мания величия тоже лечится. Евгений, нет. Нет, она не лечится. Ну не успокаивается он. Вот сегодня уже настрачил два поста о способных психологах и компетенциях. Объективно, уровень знаний Алисы очень высокий. И скорость освоения тоже очень высокая. Мы можем об этом говорить, так как мы видим ребенка каждый день. Общаемся с ней ежедневно. Видим ее прогресс. И помогаем ей простраивать свою образовательную траекторию. Объективно, в России практически нет никаких анонимных инструментов для качественной и беспристрастной оценки квалификации психологов на русском языке. Но даже в таких условиях, чем больше наши оппоненты будут обесценивать результаты Алисы и инструменты, которыми их измеряли, тем больше они будут бить по системе и своим собственным обучающимся и профессионалам. Ее уровень уже существенно выше рядового психолога, работающего по специальности. И в отличие от взрослых, она быстро учится и у нее впереди огромный запас времени. Она умеет и любит узнавать новое, формировать новые навыки и компетенции. И если пытаться держать планку, все, что смогла пройти Алиса старое, гнилое и нерабочее, вы сломаете всю образовательную систему, но Алису не остановите. Да, тут вообще не поспоришь, как всегда, с Евгением, но кто-то нашелся, какой-то дурак поспорил с Евгением. Как вы объясняете детям, что у них никогда не будет 1 сентября? Алиса уже осознала, что у нее никогда не будет школьного выпускного или вы еще не обсуждали эту тему? Так подождите, откуда Алиса в принципе узнает, что бывают школьные выпускные и что такое 1 сентября? Зачем ей это? Она живет в мире Евгения Теплякова. Там нету ни 1 сентября, ни выпускного, там нет, собственно, ничего социального. У нее был выпускной, ей вместе с 11 классниками торжественно вручали аттестат. Или вы о чем-то своем? Евгений, ну серьезно, все уже давно поняли, что вы психопат, социопат, и, ну вам говорят, ваши дети станут такими же, если вы продолжите оказывать это давление. Евгений просто отказывается верить в любую информацию, которую он получает извне. Даже шутки уже, знаете, в народе ходят, что когда Евгений уехал в Китай, он был еще адекватным, умным, а вернулась китайская подделка Евгения. Теперь мы перемещаемся с вами, телепортируемся просто в прошлое, как обычно. Итак, у нас два взрослых человека с 5.0, с высшими образованиями, красными дипломами, общаются с простым народом, который живет в Китае или просто интересуется Китаем в паблике Синьхуа новости. Синьхуа – государственное информационное агентство Китая, созданное в 31 году, штаб-квартира расположена в Пекине. За пределами страны Синьхуа располагает 180 контрпунктами. Агентство работает круглосуточно, публикует материалы на 12 языках. Итак, давайте почитаем. Туристическая зона Канас в округе Алтай-Синьзян-Югурского автономного района. Выкладывают фотографии и пошли комментарии. А где санаторий для уйгуров? Сколько платят за коммент? О, у самих столько леса, а вырубают нашу тайгу. На что Евгений отвечает. У хухлопитеков нет тайги. Хухлопитек, я не совсем понимаю, что это значит. А что ж ты за тайгу переживаешь, хухлопитек? Ты за неватную училку в Тернополе переживай с ее зарплатой 5000 гривен. Ще не вмерла та училка, вон о тебе лучше. Ну, представляете, как неожиданно от Евгения такое читает. О, господи, Евгений, ваше здоровье. Мне сюда корвалол уже надо наливать. Китай наращивает кредитование малых и микропредприятий. Я не хочу быть поближе к Поднебесной. Вообще, последнее время Китай не люблю. Заполонили с собой все, как тараканы. Со своими искусственными продуктами, со своей химией, с искусственным интеллектом. Просто отторжение от них идет. Светлана выразила свое субъективное мнение, на которое, я думаю, она имеет право, как и любой человек. Но Евгений так не считает. Ну, мысбируй на Мейгу, кто тебе мешает? Я, опять же, Евгений такой умный, что половину слов, которые он тут пишет, я не знаю значения. Ну, Евгений тут не переживает насчет того, что он разжигает межнациональную рознь. На севере Китая построят 342-х километровую железнодорожную линию. Проект инвестирует более 57,2 миллиардов юаней, около 8,8 миллиардов долларов. Что же тут могло пойти не так? Красные железные дороги, великое достижение Китая. Куда раньше надо было добираться за неделю, сейчас можно приехать за несколько часов. Это настоящее чудо. Мечтаем, чтобы весь мир был покрыт такими сетями. И можно было сесть в поезд в Москве или Париже. И через пару суток выйти в Пекине или Токио. Если бы, п***, дал в свое время добро на Москву и Пекин, речь бы шла не о паре суток. Часов за 20 можно было бы попасть. Со всеми остановками. Мне плевать на то, чей Крым. Ты бот. Расскажи о вставу не с колен, бот. Кто, если не Кутине? Ну и далее в том духе. Я просто... Это на самом деле невозможно читать на Ютубе, потому что это... Во-первых, все придется запикивать. Половина слов непонятна. Здесь крайне чувствительные темы обсуждаются, которые я бы не хотел здесь развивать. Вот просто, просто и по делу. О чем с тобой общаться, шавка? О падении доходов? Или опять на свою любимую тему гей перепрыгнешь? Уже попытался? Ну а что ж ты меня забанил, п***, ну люб? Куда же ты пропала, малышка? Не хочешь о великом кто, если не о не рассказывать? Это, заметьте, кстати говоря, не 10 лет назад было. Это 19 января 21 года. Буквально год назад Евгений... А когда Алисе было как раз 8 лет. Евгений коротал свои вечера, близ диканьки, таким интересным образом. Следы ведут в Китай, называется, как семья Тепляковой. Алиса пустила детей в образовательную гонку. Давайте прочитаем некоторые интересные моменты, которые я ранее не озвучивал. Вот про детский садик и про то, как дети там занимаются. В Китай Евгений приехал с женой Натальей, все это мы знаем. Там родился Хеймдель, Алису отдали в частный садик. В один год и 8 месяцев. Государственный не подошел, туда брали только с 3 лет. Платили за сад 950 юаней в месяц, 150 долларов, это недешево. Вместе с платой за аренду жилья съедал половину папиной аспирантской стипендии 8 тысяч. В группе 20 деток и 2 учителя малышей привозят и развозят по домам специальный автобус, выдают форму и гигантский комплект учебников на английском и китайском. Учебная нагрузка на малышей Тепляковых поначалу удручала. Тут самые настоящие уроки. Все дети регулярно садятся за столы и им раздают учебники, книги и учат. На наш взгляд это перебор. Описывали они первые впечатления. Но вскоре вошли во вкус и попросили перевести дочь в группу постарше, чтобы она быстрее осваивала китайский. Девочку взяли сразу к пятилеткам. Разница в 3 года, конечно, ощущалась. Те ребята уже вовсю общались, умели писать по 200-300 юроглифов. Но специально для русской малышки воспитательница переделала задания. А однажды отчихвостила родителей за то, что у Алисы часто не вся домашка выполнена. Тетрадки дома забывает, да и сколько можно за дочь ответа писать, она должна сама. Мол, хотите, чтобы ребенок остался безграмотным? Не просто давалось девочке освоение сразу двух языков, Алиса смешивала в кучу китайские, английские и русские слова. Ребенка жалко, да. Надеюсь, оно в дальнейшем будет того стоить, сокрушалась мама. Почти с первых дней в садике Тепляковы выкладывали скрины китайских учебников, книжек со сказками и стишками, делились ссылками и лайфхаками. И вообще были куда дружелюбнее с читателями их блога, чем сейчас. Особняком стоит особое мнение. Это просто я выпал с этого. Евгений русский Илон Маск. Станислав Твердо-Хлебов, бизнесмен, автор книги «Сотовая стратегия в экономике для губернаторов России», интересное название, жил по соседству с Тепляковыми в Гуанчжоу в 2014-2015 годах, в том самом элитном жилом комплексе с бассейном, о котором Евгений любит вспоминать. В гости друг к другу не ходили, но встречались иногда во дворе или институте. «Если бы я знал, что Тепляковы станут такими известными, больше бы с ними общался, смеется Станислав, а сейчас встретил бы, не узнал. Внешне Евгений сильно изменился, и борода, и взгляд, тогда он искрился доброжелательностью, идеями. У него были планы, связанные с наукой? Могу сказать, что Евгений большой ученый, консультировал меня по некоторым вопросам психологии, когда я работал над одной из своих книг, книг «Экономика для губернаторов России», по памяти цитировал целые главы из Карнеги на английском, я был впечатлен. Почему не остался в Китае? Ведь попал в престижную лабораторию. Мне кажется, он один из тех людей, для которых важно, чтобы их признали, оказывали почести, хвалили. А в Китае нужно все самому доказывать, подтверждать знания и умения. Сейчас Евгений на слуху не как ученый, а как отец Алисы Тепляковой. Если бы кто другой был на месте Евгения, я бы насторожился. Но под его надзором это интересно и заслуживает внимания. Я бы и сам отдал ему свою шестилетнюю внучку, чтобы школу окончила лет в 12. Ну, видите, ни один Евгений такой у нас интересный персонаж. Как думаете, почему он отдал дочь именно на факультет психологии, а не на математику, например? Самому интересно, но думаю, что вся эта история с поступлением в МГУ часть его грандиозного плана, который он продумал до мелочей и сейчас умело привлекает к себе внимание. Его ругают, критикуют, считают неудачником. СМИ пишут о нем и об Алисе. Все, кому не лень. Все это делается специально. Уверен, он русский Илон Маск, о котором скоро заговорит весь мир. И тогда Тепляков заработает в разы больше, чем мог бы, оставшись в Китае. А, так это же все про заработки, все понятненько. Евгений Тепляков, русский Илон Маск, все, что вам нужно знать на сегодняшний день. А в общем-то, у меня на этом все длинное. Видео у нас, как всегда, получилось. Красавец, мои спасибо, что смотрели до конца. Обязательно оставляйте свое мнение в комментариях. Давайте пообщаемся на темы, которые мы сегодня изучили. В общем-то, у меня на этом все. Увидимся с вами завтра в новеньком видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok